Из-за аномально теплой зимы в этом году сезон клещей начался значительно раньше. В Хасанском районе первые сообщения об укусах появились уже в третьей декаде марта. По данным инфекционного отделения Хасанской центральной районной больницы, с жалобой на укус клеща уже обратилось 7 человек. Когда опасность становится максимальной и какие меры предосторожности стоит принять, чтобы избежать последствий, смотрите в нашем сюжете. Первый период активности клещей начинается в конце марта, первых числах апреля и продолжается до середины июня. В августе приходит второй период, который завершается к октябрю. В Хасанском районе первое обращение с присасыванием клеща зафиксировано 27 марта. Обнаружить на себе опасное маленькое паукообразное насекомое могут не только любители отдыха в лесу. Клещ может поджидать во дворах домов и даже на морском берегу. Присасаться клещ может не только с энцефалитом, он может нести с собой очень много других болезней. Это боррелиозы, рикетиозы, очень много заболеваний, я их сейчас перечислять не буду. Наибольшая активность отмечается в пасмурные дни и во время теплого моросящего дождя. Чаще всего присасывание клещей происходит к тем участкам тела, которые имеют тонкий кожный покров и хорошее кровоснабжение. Подмышечные подколенные впадины, шея, волосистая часть головы. Если присосался клещ, то тут же обратиться к врачу. Самому не предпринимать никаких мер, самому не вытаскивать. Рекомендуется все-таки обратиться к врачу. В течение 72 часов мы можем помочь пациенту, во-первых, извлечь этого клеща, во-вторых, можем помочь пациенту подколоть ему гамма-глобулин и быть уже 100% уверены в том, что вероятнее всего пациент ничем не заболеет. Отправляясь на природу, в любом случае следует подстраховаться и выбрать закрытую одежду, не забыв про головной убор, воспользоваться репеллентами и периодически себя осматривать. Но врачи едины во мнении. Самая эффективная мера профилактики против клещевого энцефалита – это все-таки вакцинация. Нужно прививаться. Однозначно. Есть определенный план прививок. Желательно следовать этому плану. О планах известно всем участковым врачам. Поэтому есть вакцинация, ревакцинация. Об этом расскажут уже доктора. Есть еще определенный контингент людей, которые обязательно должны прививаться. Это возрастные группы. Это те группы населения, которые подвержены какой-либо, в силу своей профессии, какой-либо опасности. Продолжайте защищаться, продолжайте сидеть дома, держите дистанцию, когда выходите в магазин, входите в масках. При проявлении симптомов в виде покраснения на коже в месте укуса, пятен, высыпаний на теле, нарушения остроты зрения, рвоты, сильных мышечных болей в руках и ногах, немедленно обратиться к врачу. Помните, что соблюдение мер профилактики при выходе на природу, своевременное обращение за медицинской помощью и вовремя начатое лечение поможет сохранить вам здоровье. Ольга Бражник, Александр Бабарин, Новости Славянки.